Красота железных линий. В прошлом году Елизавете Бублей в голову пришла идея. Почему бы самой не приложить руку к благоустройству города? На всё про всё неделя. И вот на бумаге красуется готовый эскиз. Земной шар усыпанный домами. Стильно, символично, современно. За воплощение идеи взялись специалисты Таима. Остаются последние штрихи. Диаметр конструкции – три метра. Установят сооружение на днях в сквере Дружбы народов на пересечении Минской и Урицкого. В качестве таких ножек подразумевались вообще лестницы. Но так как будут лазить много детей по ним, и чтобы не произошло никаких ситуаций, решили их не делать. А так они символизировали строителей. Глобус символизирует наш земной шар, мир, в котором мы живём, и следственные дома тоже. Получается, что мир держится на строителях и рабочих. Наполеоновские планы. Реализуемый проект – не единственная разработка девушки. В будущем Елизавета Бублей надеется воплотить в жизнь ещё одну задумку. Специальное место для молодёжи со сценой, где можно играть на гитаре, устраивать творческие вечера и просто хорошо проводить время. Мы очень гордимся, что наша Елизавета приняла участие в смотре конкурса молодёжных инициатив. И сейчас реализуется её проект. И благодаря её проекту наш Бобруйск будет становиться ещё краше, интереснее. Надеемся, что Бобруйчанам понравится её арт-объект. Благодаря смотру конкурсу преобразился и сквер рядом с театром. Не так давно там установили музыкальные лавочки. Автор проекта – Кристина Лещенко, учитель искусства. Однажды ей пришла идея разнообразить место, в котором так любит гулять. И не прогадала. Реализация окончательно не завершена. В будущем экспозицию дополнят садовыми скульптурами. Когда зашла тема, что же выбрать на конкурсы, как можно украсить наш город, я почему-то подумала именно про музыкальные инструменты, так как можно расположить их в парке возле театра Дунина Марцинкевича. И это будет красиво. И по теме как раз была тема музыки у меня на уроке. Поэтому мы взяли именно эти предметы. Благодаря конкурсу и его безусловно талантливым участникам Бобруйск обзавелся не просто арт-объектами. Город стал еще душевнее и краше.